Условия содержания в следственном изоляторе не устраивают подсудимых. По их словам, рядом с камерами, где они находятся, установлено оборудование, заглушающее радиосигнал сотовой связи. Именно эти аппараты негативным образом влияют на их самочувствие, убеждены подсудимые. Какого отчета его ставят? Нет, у него становится плохо. Я вам говорю, если его не уберут, я его сломаю и не сожгу. Я не собираюсь там сидеть и получать исключение ни за что. Кроме наличия спецоборудования, подсудимых не устраивает антисанитарьевых камерах. Рустангизба уверен, что даже самый отъявленный преступник не заслуживает подобного обращения. У нас нет воздуха достаточного. Я уже третий год сижу. Один день, что мы здесь поднимаемся, вижу белый свет. Кроме этого, 23 часа 45 минут мы находимся в заключении. Если мы находимся в тюрьме, это не означает, что мы ничтожны. А подсудимый Рамзи Хажик пожаловался на медицинское обслуживание в следственном изоляторе. По его словам, ему не оказывают необходимую помощь. Суд исследовал записи в журнале посещения больных ИВС и пообещал Хашигу и другим подсудимым сделать все, что предусматривает в таких случаях закон. Подсудимый Анзор Будба также выступил с заявлением. Он решил отказаться от адвокатской помощи, так как смысла в защите на этом судебном процессе он не видит. По закону, деяния, в котором обвиняется Будба, в суде рассматриваются только при адвокатской поддержке. Суд разъяснил Будба, что если он откажется от адвоката Амара Берулава, то ему будет назначен защитник. Будба отказался продолжить протест. И продолжился процесс, в ходе которого обвинение огласило еще один протокол допроса подсудимого Эдлара Читанава, показания, которые он давал на предварительном следствии. Речь шла о покушениях 2007 года на Александра Анкваба и главу администрации Пицунда Ардзенба. В этих показаниях Читанава рассказывает, что заказчиком обоих покушений был Павел Ардзенба. Вопрос. Какой мотив был у Ардзенба Павла и его желание убить Анкваб? Ответ. Мне кажется, власть с приходом Анкваб стала укрепляться. Власть, которую Ардзенба Паша начал терять. Он был влиятельным. А тут с приходом Анкваба он понял, что с ним договориться нельзя, что тот поступает только по закону и если это не станет, все будет хаос. Опять будет хаос. Это твои умозаключения? Да, это мое мнение. Вопрос. А лично Ардзенба Паша высказывался в адрес Анкваба. В моем присутствии он говорил, что он предатель, что народ не хочет, что он пришел с большими деньгами, он прогрузинский, у него дача в Грузии, охраняется грузинами. И Анкваб до сих пор туда ездит, хочет погубить Абхазию полностью, чтобы покориться Грузии. Также в суду была продемонстрирована видеозапись этого допроса на предварительном следствии. Однако выяснилось, что видео содержит незапротоколированную информацию. Адвокаты выразили по этому поводу протест. По их мнению, демонстрация записи незаконна. А гособвинение, сославшись на закон, опровергло заявление защиты. На следующем заседании продолжится оглашение протоколов допросов Эдлара Читанава. Состоится оно в среду, 28 мая.